Русские новости 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 Они никак не могут быть оправданы перед историей. Так же, как и не может быть оправдано глобальное предательство. Глобальное предательство большевиков, которые обслуживали интересы вовсе не русского народа. Это антирусская группировка. И там инородчество было, можно сказать, главной содержательной частью. Если кто-то говорит, что Сталин поуничтожал всех инородцев, которые вклинились во власть, то это все вранье. Еврейский компонент как был, так и остался при Сталине. И сам Сталин абсолютно не русский человек, который не научился за всю свою жизнь чисто говорить по-русски и был очень плохо образован. Кто-то говорит, что семинарию он закончил. Что такое семинария? Что такое семинария с точки зрения образования? Тем более, не окончены, не сданы были экзамены. Сталин изучал только те предметы, которые ему были интересны. А какие ему были интересны? Ну, он никогда и нигде в своих работах и выступлениях не проявлял своей образованности. Он проявлял некоторые элементы вкуса, скажем так, вклиниваясь во все области жизни. Он мог руководить кемиотографией, он мог руководить литературой. И у него были некие признаки вкуса, то есть отторжение всяких экспериментов, которые начались в 20-е годы, там всякие футуристы, абстракционисты и так далее. Вот это ему было непонятно и чуждо. Но и все. А было ли что-нибудь русское в Сталине? Я утверждаю, что не было абсолютно ничего русского. И в его власти не было ничего абсолютно... Антирусское было, и очень много было антирусского. Именно поэтому репрессии Сталина коснулись прежде всего русских людей. Не только тех, кто что-то злоумышлял против советской власти. А эти злоумышления были абсолютно оправданными, потому что советская власть была тираническая, истязающая народ. Народ, может быть, где-то выражал поддержку Сталину. Ну что это было? Извините, загнали в зал для собрания, а теперь голосуем за какие-нибудь казни. Все проголосовали. Ну если ты не проголосовал, то ты среди тех, кого завтра казнят. Это тоже предательство, но это предательство на грани жизни и смерти. И вот этот миф о том, что Сталина все поддерживали, да не было такого, потому что если все поддерживали, какие репрессии? Зачем они тогда нужны были? Для острастки, что ли? Десятилетиями для острастки уничтожать народ? С какой же это стати? Нет, просто не могла эта система управляться иначе. Ей нужны были враги, эти враги выдумывались, и враги эти появлялись, потому что нельзя безнаказанно и без отклика, без противодействия истязать народ вот таким образом, как истязал Сталин. И весь сталинизм исходит из того, что победили в войне, но отказываются понимать, отказываются понимать, почему победили в войне. Не хотят понимать, Сталин победил в войне, не Сталин победил в войне. Вот пока люди не обратятся к подвигу русского народа и не выкинут из головы весь этот сталинизм, они будут своему отечеству и своему народу врагами. Вот сталинизм это враждебная русским идеология, враждебная, точно такая же как и путинизм, а они ведь вместе, это же практически одно и то же, разница только в том, что там расстреливали, а здесь нет, но все остальное это абсолютно то же самое, есть закон для себя, есть закон для других. Вот нас заставляют выполнять вот те нормы закона, которые записаны, а для них там в Кремле совсем другие законы для олигархии, абсолютно другие законы, там посмотрим на там скажем фигуру Сердюкова или фигуру Чубайса или фигуру Грефа, это люди абсолютно безгрешные, то есть с точки зрения национальных интересов их просто завтра надо за решетку сажать и больше никогда оттуда не выпускать, только вперед ногами. Но с точки зрения вот ныне действующей власти, это люди абсолютно не подсудные, но я уже не говорю про преступления высших должностных лиц, которые повседневно, они захватили власть, незаконно опираются на непринятую конституцию, клянутся на ней, ее же предают и нарушают, то есть там вообще нет никаких норм поведения, никаких, поэтому это такие же преступники, как и большевики. Есть вот либерал-большевики с абсолютно советским сознанием, вот посмотрите, Путин это абсолютно советский человек, абсолютно необразованный, не читавший никакой литературы, заштампованные мозги, не способный мыслить самостоятельно. У него в голове просто места не хватает, мозг маленький, туда заложили несколько советских штампов, в том числе и либерального свойства, удовлетворения, все более растущих, что-нибудь вот такое, каких-то примитивных штампов, роль личности в истории, сам себя личностью объявил, и где-то была личность, а где-то один культ. Вот сейчас личности нет, а культ есть, вот просто удивительно. В Сталине, конечно, нельзя не замечать личности, но личности отвратительные, мерзостные, а здесь и личности нет, здесь просто мерзостное пустое место, как кто-то нагадил и ушел. Вот это место, которое занимает сейчас в сознании народа господин Путин. И, конечно, это будет страшное разочарование и разоблачение всех гнусностей, которые сегодняшний день содержат во времена, которые скоро наступят, нет сомнений, катастрофа, в которую нас привела ныне действующая власть, она по-другому разрешиться не может. И потом, слава богу, человек смертен, и Путин смертен, и кто-то заменит его, и разоблачение будет, конечно, холодным душем, но сколько можно становиться под этот холодный душ? Каждый следующий режим разоблачает предыдущий, а народ вдруг раскрывает глаза и говорит, ну надо же, как же это было нехорошо. А потом проходит полвека и говорит, да ладно, все было прекрасно, миллион туда, миллион сюда, сколько погибших, сколько замученных, это нас совершенно не волнует. Ну Сталин же велик, вот так и про Путина говорит, ну он же Крым вернул, он же Крым вернул. А то, что он разорил страну, это значит будет, ну как это, второстепенное, мы же как-то все-таки не умерли. А если Россию расчленят еще раз, они же к этому готовятся. О чем тогда мы думаем? О чем мы думаем, когда мы выбираем между сталинизмом, путинизмом, немцовщиной, гайдаровщиной, это что за выбор? Здесь нет никакого, не может быть для русского человека, здесь выбор, здесь не из чего выбирать, все это гнилье, это все надо просто выбросить, а выбор совершенно в другом месте. Выбор в русском мировоззрении, который опирается на русскую историческую традицию и русскую мудрость. Русская мудрость уже все сказала, уже проанализировала, и сталинизм, и постсталинизм, и большевистский переворот, и там индустриализацию, все уже сделано. И даже уже ельцинизм с путинизмом уже все оценены, все данные оценки, уже вся интеллектуальная работа проведена. Но почему же народ, господа, вы, да какие вы господа, вы значит не господа, вы халуи-халопы этой власти, если вы не осваиваете русское идейное наследство, если вы не читаете Льина, если вы не читаете Солоневича, Тихомирова, Николая Алексеева. Есть тот пласт интеллектуальной работы, который необходимо поднять каждому культурному человеку и распространить фундаментальные суждения об этом среди остальных обычных людей, которым не под силу освоить это интеллектуальное богатство. И историю надо понять. Она уже понята, она уже расшифрована. Нет загадок в русской истории. Есть только заблуждения по поводу русской истории, которые вталкиваются нам через систему школьного образования, через телевидение. Хотя и там тоже прорывы существуют. Недавно посмотрел фильм о Скобелеве 2003 года выпуска по каналу Спас показали, где говорят, да, на нашем знамении должно быть написано Россия для русских. Ну вы что, не слышите этого? Вы не слышите этого? Вы хотите как в Швейцарии проголосовать за то, чтобы инородцы заполнили всю нашу страну, присвоили ее себе, а они уже присвоили. Ну это же не те гастарбайтеры, которые приезжают здесь кирпичи класть и улиц смести. Они тоже заполняют, они очень удобны той власти, которая вот как раз и сформировалась из инородцев. Она сплошь инородная, чужеродная для нас. Не в каком-то там расовом отношении, не в каких-то там вопросах разреза глаз или там цвета кожи. А это просто абсолютно не русские люди, абсолютно. Они не знают русской истории, они ничего не понимают в развитии России, они ничего не понимают в управлении. Для них страна очень велика, поэтому вот сейчас создали, там, прирезали к Москве новую Москву. Огромное строительство, там, колоссальные города собираются рядом с Москвой строить, там, какие-то там, Мортонтаун, что-то в таком духе. Города желтого дьявола понастроить везде. Все, губернатор Воробьев и мэр Москвы Собянин. Вот они собирают в московский конгломерат всю Россию. Вот здесь они могут управлять на территории, вот, размером в такой вот пятачок, Московская область плюс Москва. А Россию они управляют не в состоянии, потому что это крайне тупые люди. Ну, вы посмотрите на эти лица, вы посмотрите в их биографии. Но есть ли там хоть какие-то проявления интеллекта? Они способны что-то такое, вот, ну, человек говорит постоянно, Путин, там, Медведев, Собянин. Они постоянно говорят перед камерой, вы где-нибудь можете заметить элементы мышления или элементы культуры, которые проявляются в этой речи? Нет, ничего, абсолютно. То есть вы, господа, друзья, русские люди, вы допустили во власть абсолютных тупиц, абсолютных неучей и людей нерусских по мировоззрению, абсолютно нерусских. Вопрос, а сами вы сохранили свою русскость? Вы ее поддерживаете каким-то образом в своей жизни? Вы русские или просто население, которое заполняет просторы России, где раньше жил русский народ, ваши предки? Ну, вы-то тогда уже не русский народ, вы к нему тогда не относитесь, если вы смиряетесь с тем, что вы видите вокруг, и смиряетесь, вот, наблюдая, вам же показывают, эти физиономии, этих тупиц вам же показывают. Ну, я хотел бы остановиться еще на одном вопросе, мировоззренческом вопросе о частной собственности. Ну, столько споров она вызывает, хотя там, в общем-то, нет проблемы. Эта проблема создана искусственно. Две группировки раздвинулись, там, ельцинисты-немцовцы и сталинисты-путинисты. Вот одна группа объявляет, что частная собственность – это нечто святое, независимо от того, как она образовалась, это частная собственность. Другая группировка говорит, что частная собственность подлежит уничтожению, ну, или изживанию, если в такой интеллигентской манере. Тоже независимо от того, как она получена. И, соответственно, вот эти группировки нам навязывают спор, которого не должно быть. Если в том, что делает человек, есть духовное содержание, то и в частной собственности тоже. Если есть духовное содержание, то вы отрываете ее от человека, и как будто с мясом кусок тела из него выдираете. Невозможно разделить человека и результаты его труда, результаты его духовного подвига. Одни считают, что можно оторвать и выбросить, а другие считают, что не нужен никакой духовный подвиг. Украл, похитил, ограбил, неважно, это частная собственность, это незыблемо, и мы ее защищаем. И Путин, как советский человек, говорит, пересмотра приватизации не будет. При этом отнимают, грабят, там друг друга грабят, народ грабят, конкурируют по поводу того, кто первый будет грабить. Здесь нет конфликта между ними, то есть этот конфликт выдуманный, он только для нас, чтобы мы между собой собачились и говорили за частную собственность, против частной собственности. Ну да, против частной собственности, но не всей, а вот лотки мы согласны. А если лоток бандит себе присвоил, то что тоже, вот пусть оставим. То есть возникает вопрос, ну давайте вот масштабы частной собственности, вот она может быть маленькая или может быть большая. Одни говорят, может быть только маленькая, другие говорят, большая, чем больше, тем больше она уважается, тем больше прав, поэтому олигархическая система приемлема. А другие говорят, нет, лучше пусть будет бюрократическая система, все отдадим чиновникам и чиновники будут нами управлять. Какая разница? Один инструмент ограбления это паразитирование на хозяйственной системе, другой на государственной системе. Они якобы между собой спорят финансисты и, скажем так, условно силовики или чиновники. Госаппарат и финансовая олигархия. Разве между ними есть спор? Между ними есть внутренние войны, корпоративные схватки за обладание тем, что у нас отнято. Поэтому это противостояние ложно для нас. Те и те наши враги, самые отъявленные и подлые, они между собой постоянно вступают в соглашение. А для виду нам организуют всякие ток-шоу, и вот там красные и антикрасные обсуждают доклад Хрущева на 20-м съезде. Абсолютно одинаковые группировки, они ничем между собой не отличаются, ничем. Они так же враждебны по отношению к русскому народу, как и любая другая банда, которая бы вторглась в Россию, оккупировала бы ее и грабила бы нашу страну. Меня особенно поразило, я специально посмотрел, но не мог не посмотреть, как ведет себя Жириновский. Это уже такое постарелое существо, которое постоянно вытирает сопли из носа, рот слюнявый свой вот так вот все время вытирает. И под Микитки себя поддергивает, вот у него что-то так, я не знаю, грудь что ли опускается, он все время себя так вот поддергивает. Это вот как раз образец такой геронтократии в нынешней власти. Жириновский это просто их портрет, это портрет Путина, портрет того же Немцова, портрет, это как бы карикатура на них, на всех. Вот итог вашей жизни, вот вы будете выглядеть вот так, как визжащий непонятно что идиот, у которого все время течет из носа, слюни текутые, который своими анемическими руками вот все время поддергивает свой пиджак, который его тяготит, сползает, там что-то у него с грудью происходит, видимо, от своих, своей сексуальной неопределенности. У него что-то там начало слишком вырастать в районе верхнего плечевого пояса. Мы видим это столкновение чиновников воров и тех, кто называют бизнесменами воров. Это та же самая олигархия. Два отряда, которые конкурируют между собой, как две партии. Вот как в Америке есть две партии, они между собой конкурируют, но американский образ жизни, а у нас образ жизни россиян, сохраняется незыблемым. А вот чтобы не сохранилось все это, чтобы Россия все-таки вернулась на свой исторический путь, надо понимать, что такое частная собственность, и тогда вопросы собственности разрешаются в нашем мировоззрении здраво. Есть статья у Ивана Ильина, так и называется, о частной собственности. Я несколько слов процитирую, несколько фрагментов, хотя стоит прочесть, это небольшая статья, стоит прочесть ее всю, это концептуальная статья. Ну, в данном случае, я просто, у меня сохранилась вырезка из журнала «Знания Сила» от июля 91-го года. Все уже было опубликовано, понимаете, все опубликовано. Почему же вы не читаете ни черта, русские националисты, русские патриоты? Почему вы ни черта не читаете, и поэтому ни черта не знаете? Меня это просто возмущает, просто возмущает вот эта нелепость. Мнение есть, знания нет. Ну, давайте вот прочтем вместе Ивана Ильина, а коль скоро вы с 90-х годов ничего не прочли, давайте мы попробуем вместе прочесть сейчас. Институт частной собственности может быть необходим, целесообразен и верен, но наличное распределение имущества может быть неверным и жизненно нецелесообразным. Институт верен и правильно организован, а распределение собственности неверно. Что здесь непонятно? Необходимо, чтобы вещи принадлежали людям с такой полностью исключительностью и прочной обеспеченностью, которая вызвала бы в душе, именно в душе, каждого полную и неистощимую волю к творческому труду. То есть я присваиваю себе вещи ради творческого труда, и больше ни для чего. Говоря о частной собственности, я разумею господство частного лица над вещью, господство полное, исключительное и прочно обеспеченное правом, то есть обычаем, законом и государственной властью. И так я разумею, именно право собственности, то есть закономерное, полномочное, а не фактическое господство силы и непроизвольный захват. Негосподство силы, то есть небюрократическая собственность и непроизвольный захват, то есть небандитская, не финансовая олигархия, как сейчас, не олигархическое присвоение. Частная собственность, как результат творческого труда и как средство творческого труда. И хозяйствуя, человек не может не сживаться с вещью, вживаясь в нее и вводя ее в свою жизнь. Если вы построили дом, то вы защищать этот дом выйдете с оружием в руках, если к вам придет кто-то, кто захочет его просто так отнять, просто так отнять результаты вашего творческого труда. Если вы что-то изобрели, вы будете за свое изобретение бороться, как за свою собственность. Вы можете подарить, я за то, чтобы интеллектуальное творчество было абсолютно свободным. Государство должно платить изобретателю, писателю, исследователю, а они должны просто дарить обществу, это будет нормально, это нормально для любого творца, потому что ты создал, а теперь это все должно служить людям, не только тебе. Не только тебе, зачем ты тогда занимаешься изобретательством? Тогда это для своей дачи какое-то приспособление устроить, а для людей это не нужно. А тогда нет никакого творчества. Творчество связано с тем, чтобы подарить людям вот этот безвозмездный дар, но он должен получать одобрение со стороны общества и возможности дальше продолжать труд, который обеспечивается тем же обществом через государственные институты. Итак, хозяин отдает своему участку, своему лесу, своей постройке, своей библиотеке не просто время и не только труд, он не только поливает потом свою землю, дорабатывается до утомления, до боли, до ран на теле, он творчески заботится о своем деле, чувствуется в него воображением, изобретает, вдохновляется, напрягается волей, радуется и огорчается, болеет сердцем. Вот как формируется настоящая частная собственность. Только люди религиозно мертвые и художественно опустошенные, люди механистического века, люди рассудочные и бумажно-кабинетные могут думать, что хозяйственный процесс слагается из эгоистического корыстолюбия, жадности и физического труда. И что он состоит в том, что классовые науки высасывают кровь из чернорабочих. То есть это глупость, это глупость, которую нам марксизм вталкивает в мозги. А теперь и либерализм, потому что это оборотная сторона марксизма. Отрицая марксизм, они, как Сергей Булгаков говорил, одни говорят, что человек это мешок с деньгами, только в одном случае этот мешок пуст и его надо наполнить, а в другом он полон и его надо сохранить полным. Вот и вся разница. Взгляд на человека абсолютно один и тот же. Материалистически примитивный, я бы сказал. И поэтому и собственность у них формируется, и право собственности формируется на крайне примитивном уровне. Хотя разработка экономической модели в правовой системе настолько этим занимались долго и настолько много сил потратили те, кого называют депутатами, ну что лучше было бы, если бы они какой-нибудь маховик крутили все вместе и может быть выработали бы энергии, полезной энергии гораздо больше, чем вот то, что они понаделали, понатворили в законодательстве. Расцвет и обилие создается не голодом и не жадностью, и даже не просто здоровым инстинктом и интересом, но всей душою при непременном участии духовных побуждений и запросов. Вот как создается частная собственность. И это надо ценить, это надо ценить, и поэтому русское законодательство будет совершенно другим в сравнении с тем, которое существует сегодня. И то, что человек сделал сам, построил сам, вложил туда душу, не будет вообще никакими налогами облагаться. Налогами будет облагаться только то, в чем можно сомневаться, что в чем есть элемент наживы, в чем есть элемент манипуляции, какой-то хитрости. Мы не можем все преодолеть, но мы можем четко отделить то, что является продуктом нашего творчества и духовных усилий, от того, что таковым не является. Что является следствием срабатывания какого-то инстинкта, пробегал мимо, схватил, присвоил, отнять вроде как нельзя, потому что вся система от этого начнется дрогаться и может разрушиться. Поэтому тогда налоги, тогда налоги. И далее пишет Ильин. Реабилитирует и обосновывает ее. Это обоснование может быть вкратце выражено так. Это специально для всех леваков. Первое. Частная собственность соответствует тому индивидуальному способу бытия, который дан человеку от природы. Она идет навстречу инстинктивной и духовной жизни человека, удовлетворяя его естественному праву, нам самодеятельность и самостоятельность. Второе. Частная собственность вызывает в человеке инстинктивные побуждения и духовные мотивы для напряженного труда, для того, чтобы не щадить своих сил и творить лучше. Она развязывает хозяйственную предприимчивость и личную инициативу и тем укрепляет характер. Третье. Она дает собственнику чувство уверенности, доверия к людям, к вещам и к земле, желание вложить в хозяйственный процесс свой труд и свои ценности. Четвертое. Частная собственность научает человека творчески любить труд и землю, свой очаг и родину. Она выражает и закрепляет его оседлость, без которой невозможна культура. Она единит семью и вовлекает ее в собственность. Она питает и напрягает государственный инстинкт человека. Она раскрывает ему художественную глубину хозяйственного процесса и научает его религиозному приятию природы и мира. Пятая. Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке правосознание, научая его строго различать мое и твое. Приучая его к правовой взаимности, к уважению чужих полномочий, взращивая в нем верхнее чувство гражданского порядка и гражданской самостоятельности, верный подход к политической свободе. И шестое. Наконец, частная собственность воспитывает человека к хозяйственной солидарности, не нарушающей хозяйственную свободу, ибо каждый собственник богатея обогащает и свое окружение, и самое народное хозяйство. И конкуренция собственников ведет не только к борьбе, но и к творческому напряжению, необходимому для народного хозяйства. И путь к организации мирового хозяйства идет не через интернационально-коммунистическое порабощение, а через осознание и укрепление той солидарности, которая вырастает из частного хозяйства. Все убытки от анархии производства нисколько не преодолеваются отменой частной собственности, ибо коммунизм создает государственный капитализм, небывалое порабощение и нищету, вызывает к жизни новую анархию производства, углубляет чувство зависти и мести, усиливает классовую борьбу и доводит до высшей беззастенчивости эксплуатацию трудящегося человека. Надо понять, что частная собственность коренится не в злой воле жадных людей, а в индивидуальном способе жизни, данном человеку от природы. Согласно основному учению Евангелия, Царствие Божие обретается во внутреннем мире человека, и поэтому людям следует начинать очищение и преображение их жизни изнутри. Это первое и основное, что должно быть усвоено христианином. Все обновляется, очищается и преобразуется изнутри, вся жизнь и вся культура. Это относится и к государству, и к хозяйству. Согласно этому, и нищий, и зажиточный, и богач могут быть добрыми и злыми. Только апостолам, следуй за Мною, возьми крест Свой, Христос советовал полное отречение от имущества только апостолам. Остальным же Он заповедовал милосердие и щедрость. Во всех областях человеческой культуры личное начало подлежит не подавлению и искоренению, а принятию, утверждению, воспитанию, одухотворению и гармоничному дисциплинированию. Спасителен не социализм, а творческое сочетание свободы и справедливости. И ныне человечество будет искать новую социальную идею, новое социальное понимание собственности. Это новое понимание будет исходить из древних христианских основ. Основу его можно было бы вкратце сформулировать так. И вот наша программа, на которой мы должны стоять прочно. Первое. Иметь частную собственность и проистекающую из нее хозяйственную самостоятельность есть великое благо. Чем меньше людей лишено этого блага, тем лучше. Чем больше людей оторвано от собственности, тем несправедливее общественный строй, тем менее жизнеспособны государства. Второе. Количественное поравнение имущества бесцельно и вредно. Естественное неравенство человеческих сил, способностей и желаний все равно скоро опять придет к имущественному неравенству. Имущественное неравенство преодолевается не переделом богатств, а освобождением души от зверств. Естественным, братским доброжелательством. Искусство довольствования тем, что есть, помышлением не о том, кто богаче меня, а о том, кто беднее меня. Уверенностью, что богатство не определяет человеческого достоинства и творческим трудом. Воспитание должно давать людям умение духовно переносить неравенство. Умение духовно переносить неравенство. Третье. Существенное невладение человека, а его сердце и воля, а также дела, проистекающие из его внутреннего мира. Есть люди, достойные всяческого богатства, и есть люди, не умеющие употребить во благо даже свою нищенскую сумму. Четвертое. Важно не то, чтобы не было имущественного неравенства, а то, чтобы в стране не было хозяйственно беспочвенных, бессильных, безработных, бесперспективных людей. Каждый такой человек должен испытываться всеми, как национально-хозяйственная рана, вредная и опасная для всего народа. Важно, чтобы у каждого был хозяйственно-отправной пункт, чтобы подъем к благосостоянию не был искусственно затруднен, чтобы полезный и продуктивный труд реально обогащал трудящегося, чтобы масса живо чувствовала поощряющее влияние частной собственности, а также успешность и почетность честного труда, чего нет ни при коммунизме, ни при нынешнем бюрократическом либерализме. Пятое. Новые поколения должны воспитываться в убеждении, что частная собственность есть не просто право, а нравственно обязывающее право. Собственность обязывает каждого к творческому использованию всех ее возможностей, к несению больших общественных тягот и государственных повинностей, к человечному обхождению со всеми, кто так или иначе зависит от вечной власти собственника, к постоянной заботе о хозяйственно-беспочвенных людях. Шестое. В частном хозяйстве заложена тяга к самодавлению и самосильности. Этой тяге должны быть противопоставлены поиски новых форм солидаризации и сотрудничества частных хозяйств, кооперация в широком и тесном смысле слова. Каждый частный хозяин должен чувствовать себя связанным с законами хозяйственного инстинкта рынок и законами хозяйствующего духа Родина, со всей системой частных хозяйств своей страны. Седьмое. Три требования. Изобилие, качество продукта и щедрости должны быть включены в нравы народа. Первые два требования приведут к строгой экономии, к дисциплинированности труда, к поднятию техники в производстве. Третье требование придаст распределению дохода и продукта характер мягкой социальности и доступности. Восьмое. Особые меры необходимы для борьбы с противообщественным использованием собственности, эксплуатация, патагонный труд, ростовщичество. Должны быть проведены законы, которые сделали бы социальное пользование собственностью выгодным, а асоциальное – невыгодным. Собственник, лишенный чувства ответственности и чувства сверхклассовой солидарности, распоряжающийся своим имуществом ко вреду других и поступающий антисоциально, должен убедиться в том, что его образ действий, что собственность его пользуется меньшей защитой, что такое ведение хозяйства оказывается экономически, юридически и нравственно невыгодным для него самого, так, чтобы он сам захотел вступить на другой путь и так далее. То есть это означает неприятие олигархии, а значит нынешнего путинского проклятого подлого режима, режима грабителей и предателей. Все это вместе взятое может быть выражено так – частная собственность должна быть утверждена, но народ должен систематически воспитываться к верному пониманию ее идеи. Это воспитание должно связать внутреннее переживание частной собственности и внешнее распоряжение ею с благородными мотивами и социальными побуждениями человеческой души и, соответственно, вскрывать и обезвреживать дурные мотивы и побуждения. Частная собственность есть власть непосредственно над вещами, но опосредованно и над людьми. Нельзя давать власть, не воспитывая к ней. Частная собственность есть свобода. Нельзя предоставлять свободу, не приучая к ее благоупотреблению. Частная собственность есть право. Этому праву соответствуют не только юридически выговоренные обязанности, но и нравственно-социальные и патриотические, нигде не оформленные и невыговоренные обязательства. Частная собственность означает самостоятельность и самодеятельность человека. Нельзя исходить от предположения, что каждый из нас от природы созрел к ней и умеет ее осуществлять в жизни. И все это подводит нас к мысли о первичности политической власти. Только политическая власть может так оформить право на частную собственность, чтобы злоупотребления ею не были опасны для нашей страны. И эта политическая власть должна быть настолько нравственной, чтобы не позволять вот этим неправедно пользующимся частной собственностью захватывать власть, покорять народ, превращать его в раба. И для нас, русских людей, чрезвычайно важна именно политическая власть. Но она нам будет доступна, если мы отречемся от сталинизма, путинизма, немцовщины и прочих всяких мерзостей 20 века, в особенности конца 20 века. Потому что умер Ленин, умер Сталин, они превратились только в символы. И вот и немцов умер и тоже превратился только в символ. Символы проще отбросить, но есть живущие, есть те, кто непосредственно терзает нашу родину и наш народ. Они должны быть отстранены от власти. К власти должны прийти русские люди, прекрасно понимающие, что есть частная собственность и понимание Ленина. Дает нам путеводную нить в том, чтобы не сбиться, не сбиться не на путь бюрократического манипулирования, сталинизма, вот такой тирании, которая сейчас почему-то очень привлекательна для многих. Потому что Сталин проснется, как пишут на полном серьезе, Сталин воскреснет и всем покажет Кузькину мать в духе Хрущева, что ли, не понимая. И что Ленин жив, оказывается, Ленин жив. Вот вы не знали, он жив ведь. Я не знаю, может быть по ночам там вот это чудище, которое лежит в мавзолее, выходит и шастает там по Кремлю где-то. Может быть, вполне возможно при вот этой сатанинской власти такие вещи, конечно, могут случаться. В этом смысле, в таком мистическом, наверное, коммунисты правы, но они сами-то не мистики, они либо просто дураки, либо примитивные материалисты. Так же, как и либералы. У либералов все то же самое. Вот у них там Чумак с Кашпировским, плюс Свободный рынок. Вот все фетиши. Нам, русским людям, надо отбросить символы прежних эпох, вот этих эпох 20 века, символы Российской империи, Руси Великой. Нельзя отбрасывать, это основа нашего мировоззрения, основа нашей истории. Но вот все то, что наворочили в 20 веке, все эти измы 20 века, все это, конечно, должно быть преодолено. И у нас есть основа. Русский интеллект выработал основы русского мировоззрения, точнее превратил их в тексты вполне понятные и доступные для того, чтобы маломальский подготовленный человек мог работать над созданием правовых документов, над тем, чтобы формировать какие-то политические силы, чтобы они продвигали вот эти идеи. Сдвигали эту власть, разламывали ныне действующую власть и замещали ее настоящей русской. Так в этом состоит наша задача. Действительно очиститься изнутри от всех тех наносов проклятого 20 века, которые тянут нашу страну и наш народ в могилу. Очищаемся от этого и тогда, только тогда мы можем формировать политическую силу и тогда мы достойны власти в России, тогда Россия выживет. А никому не гарантировано жить в великом государстве, будучи самому примитивным человеком, идиотизированным и покоренным всеми этими мифами, которые распространяются телевидением, средствами массовой информации, официальной пропагандой. Все это необходимо преодолеть, очистить свой мозг и тогда он заполнится нужными смыслами. И тогда мы будем становиться поистине русскими людьми, носителями русского интеллекта и русской идеи. Редактор субтитров А.Семкин